здравствуйте мои дорогие зрители я хотела бы вам рассказать свой ну как бы сон это же потом происходило наяву как бы у меня пророческие сны и потом это через какой-то период времени это происходит если как бы я не подчиняюсь тому что мне говорят высшие силы это как бы хочешь не хочешь но они тебя заставят это сделать это было где-то знаете года полтора назад полтора ну около двух лет назад это со мной произошло я право я человек православный крещеный я всегда носила крестик для меня крестик это защита без крестика я никуда и я не знаю всю жизнь этот крестик носила и у меня как бы была золотая цепочка и обычная цепочка золотая не сказать что там какая-то массивная на ней висел этот крестик но этой цепочке было лет семь чи восемь так как то вот и вдруг это она начала у меня рассыпаться эта цепочка вот как она звено за звено и я это чуть чуть ее даже не потеряла то есть вроде крупная такая цепочка и звено смотришь думаешь ну как оно могло звено за звено ну просто сначала сыпаться и крест с меня спадает я чуть не потеряла этот вообще крестик я так это все переживаю это все дело ну как же я вот без крестика и не могу ну решила пойти думаю раз так произошло два ты ну это как постоянно это начало происходить что же это такое до этого и получается до вот этого всего то что начал отсыпаться цепочка мне приснился сон что ко мне пришла на во сне у меня ангел-хранитель в белых одеждах ну я знаю что когда кто-то приходит во сне чтобы это не не спутать с темными силами надо обязательно отчина считать то есть обязательно если что то темные силы отходят и как бы она проявит свое лицо и чтобы узнать это светлая сила или темная сила обязательно это я читаю и неосознанно этом это же во сне происходит неосознанно вот за мной пришли два ангела и повели меня в храм такой старинный старинный храм завели меня значит как то понимаете вроде как повели в баню там омывание произошло после этого дели белые одежды ангелочки значит они не большие такие вот ангела какие тут как от как дети тоже в белых таких одеждах завели меня и значит а я еще не спрашиваю мне нужен крестик отдайте мой крестик вот мне говорят крест тебе не дадим я так это все переживала думаю отдайте мне не крестик и мне горт крест тебе не дадим хочешь горт вот веревочку даю а крест не дают я такая расстроенная была все он гордну пойдем и тебя отведем и взяли мне за руки и вот повели в этот внутрь этого храма и из этого храма выходит небольшая женщина там рост может метр сорок пять метр пятьдесят то есть вот такая монашка монашка и у нее тоже такая клюка длиннейшая как бы как бы она согнута еще маленького маленького роста немножко присогнута и клюка такая небольшая получается как будто это клюка как клюшка такая из дерева она как бы выше и роста даже вот так вот тоже особо согнута еще было это женщина вот и она на меня посмотрела год как мы тебя долго ждали взяла мне повела во внутрь хла храма а я все еду и прошу крест у нее отдайте мне крест она мне сказала что все на тебе креста уже нет не носи его вот все это самое я опять у нее это самое она такая как-то строго сказал нет на тебе креста я проснулась среди ночи такая расстроена думаю кажешь так ну трогаю свой крест крестик здесь все есть крестик я успокоилась уснула все и после этого начинается проблема у меня с цепочкой это где-то ну может переном как-то так приснилось и сквозь до мая месяца у меня периодически рвалась эта цепочка ну я чуть не могла чуть не потерял этот крест и где-то в мае месяце в том году я пошла его поменял эту цепочку думаю наверное может старая 6 лет может я не знаю может звенья какие-то слабые пошла поменяла эту цепочку одела опять этот крестик а вот а уже началось лето и у меня прическа короткая получается я с цепочкой тоже вот хожу и вышла из дома буквально ну совсем вот рядом с домом и вроде как бы там школа детский сад все это рядом какие-то люди так ходят 12 часов дня вдруг сзади на меня нападают я думала что сумку хотели сорвать а не схватили как-то по волосам и схватили за вот эту же цепочку но я как-то присела и прижала крестик у меня остался оказывается это самое я так сильно закричала что спугнул этих получается как повернулась ребята лет 16 им было где-то такого шортиках побежали и вырвали у меня часть цепочки я буквально неделю назад я поменяла эту цепочку имеет часть кусок этой цепочки оторвали а крест как бы я зажала здесь он не остался здесь они видно его потянули и я подбородком зажала они с перепугу что я дико закричала и присела еще убежали я такая расстроена думаю что же это такое ну тут только только начало сыпаться крест опять по это самое чуть не стянули тут крест думаю ну ладно вернулась домой положила тот крестик думаю ладно уже ж не наш не на что его вешать у нас возле метро продает ну знаете и к золото называется ну там недорогое цепочка получается ну что-то гривен стою но и к и крестик тоже там что-то до 100 думаю пойду-ка куплю я вот это и буду носить освещу горе буду носить вот пришла значит пошла купила осветила в это в этой воде ну в святой воде там до церкви я еще дойду а вот а святая вода тоже считает самовение это как освещение крестика я делала на себя этот крестик пока бы пошла тоже у меня работа я на ногах вы снова хожу вот по городу и буквально не прошла недели как меня на улице тоже в три часа дня схватывает за за вот эту цепочку опять чуть не не придушили это жак и золото как искусственно она не рвется она только вытягивается как шнур и у меня на шею синева такая хотели сдернуть и чуть не придушили вот настолько вот я не знаю она уже отличается от золото она видно что это не золото ну вы что-то вроде как золотистое но это не золото и после этого я решила все мне сказали что не носить крест все я решила его не носить этот крестик а сняла ну как бы думаю ну я не могу ходить без защиты я настолько привыкла к этому кресту уже к своему вот положила и думала ну что же делать думаю пойду я в церковь спрошу священников что они мне посоветуют вот объясню такую ситуацию что именно с этим крестом а я же вроде как и в церковь хожу и на исповедь ходила и служба стояла и все ну что-то происходит и при именно после сна с этой чагиринской а я сначала же не поняла что это чагиринская вот вот этот сон я пришла в церковь там значит лавочка церковная лавка рядом с церковь стоит я зашла там служительница девушка стояла вот она как бы наверное дочка может быть какого-то из священнослужителей такая приятная девушка я как бы хожу постоянно в этот храм святой ольги а вот и я рассказала рассказываю вот в этой лавочке никого не было просто я рассказываю ситуацию никого не было кроме вот она и я зашла туда лавочка такая небольшая была получается я подошла к ней к столу рассказываю говорю что мне делать а вот она мне еще это самое сказала гортну зайдите храму батюшки я зашла в этот храм а вот прошлась по всем иконам думаю но я все равно узнаю эту если кто мне приснился я ее узнаю вот и на иконе я увидела чагиринская понимаете чагиринская и я бы опять пришла к ты в эту лавку говорю девушка мне нужна икона чагиринская я и узнала узнала говорю там икону вас она висит вот он это как бы местная святая она причислена к лику святых но она не такая известна как саровский там понимаете она именно вот такая местного масштаба что лет на украине и знают потому что она сама с украины силу день деньги по моему так как-то называется она там жила и пострадала за веру я стою с этой девушкой разговариваю вот она мне как бы так новый год по страну священнику подойдите вот как-то священника я в этот момент не заняты там они были думаю на следующий раз потом еще раз подхожу к девушке говоря если какой-то священник говорю вот она мне еще и говорит подождите говорит это вообще местная святая у нас как бы бывает туда поездки и мы оттуда надо привозим иконы но они очень маленькие но их мало привозится и как бы мало кто спрашивает потому что не такая известная святая я стою с ней разговарив вдруг вот там с одной стороны где-то до полки дала там где икона стоят метра полтора но с другой стороны метра полтора было и вдруг мне прям в ноги падает икона я эту икону поднимаю и мы так с ней испугались это было днем ну может часа два дня где-то ну где-то так было даже вот вместе с этой девушкой мы испугались со служительницей и под ногами лежит вот икона я подняла говорю икона святой варвары как же она у вас упала с полки когда до полки полтора метра и она мне примут в ноги упала она еще стоит горд здесь любят еще и не такое бывает я себе в голову не взяла как храм святой ну вот варвара и икона варвары думаю что это такое и прошел какой-то период времени вот и я по это самое опять иду в храм я же хочу эту икону купить полазила по интернета все и ехать просто черкасскую область мне как-то ну нет времени чтобы туда поехать именно за иконы ну в храме тоже спрашивала гортуда вот какие-то бывают очень редко но ездит может как типа вот с паломничеством такое поехать туда и потом подхожу к священнику и мне священник говорит ну это муж недели две так прошло три вот не священник говорит вы знаете говорит а вот у нас нет а у нашем храме город в подвальном помещении есть храм грека греческий православный но греки греки то вот может там это храм с варвары святой варвары вот пойдите спросите там может там есть я спускаюсь в этот храм и я как-то я забыла что икона это варвара упала под ноги спускаюсь в этот храм там какое-то шло бы маленькое такое богослужение именно варвара перед иконой варвары вот закончился служение я подошла к священнику этой церкви грек ну грека православная она идет рассказала ему ситуацию что со мной произошло что она пришла ко мне во сне и я увидела на иконе именно это чагиринская вот и он мне говорит вы знаете говорит мы тоже ездим в этот в этот храм к чагиринской и иногда привозим но очень мало город но я сейчас посмотрю год может у нас есть и у них осталась одна последняя икона это чагиринской и у него посоветовала говорит вы знаете я по поводу креста рассказала думаю что переживаю но как же так может с мясо сняли этот крест может я там что-то наделала что-то такое горе я не знаю за что же это такое а он мне ответил наоборот этот священник вот может она снялась она скорее всего сняла с вас этот крест потому что вы этот крест несли и видно и душа очистилась и вам не нужна эта ноша то есть крест набрал на себя вот негатив и сбросился вот не обязательно вот крест носить может что-то какой-то иконку или еще что-нибудь то есть выберите что-то другое вот а вообще город вы позвоните или съесть надо в этот в этот храм где-то чагиринской и там пообщаться но я конечно туда никак не могу доехать вот ну я как бы во сне кто же был какой-то сон чем же мне защищаться и я купил себе ведический коловрат вот я его ношу серебре вот и как бы я чувствую эту защиту ощущение что это это мое вот я потом вам расскажу почему я выбрала именно ведический славянский коловрат хотя я православное но это будет моих ролик еще в остальных в следующих последующих вот но на меня перестали происходить нападение вот и больше стало приходить ангелов-хранителей или вот как вот святой старец и рассказывать мне очень много про про жизнь и как надо себя вести и что происходит в этой планете для чего мы здесь находимся я открыла специально этот канал для того чтобы вам рассказывать это все вот даже вот такое со мной произошло с этим крестиком так что может у кого-то тоже такая ситуация объяснить вам никто не может может это видео будет вам полезно спасибо большое до свидания мои дорогие зрители